Новые способы обмана доверчивых граждан зафиксированы на территории Ненинского округа. Двое жители региона пытались оформить кредит через интернет, но попались в руки мошенников. В результате обмана граждане не только не получили кредит, но и остались без своих денег. По словам одного из пострадавших, накануне он оформил заявки на получение кредита сразу в нескольких банках России. После этого на его телефон стали поступать звонки. Ответив на один из них, мужчина услышал женский голос. Звонила якобы сотрудница одного из банков. Злоумышленница предложила оформить договор на кредит дистанционно, на выгодных условиях. Для этого мужчина должен был заплатить определенную сумму за блиц-перевод денег и страховку. Сделал, как она сказала. Созвонились мы с ней, перевел деньги. В конце стало, что в течение 15-15 минут вам подъедет курьер. Заключите договор. Я ожидал 15-20-30 минут. Так как они еще сказали, работают очень коротко, до 3 часов, выходные дни были, курьер сказал, что будет подъедеть очень быстро. Ждал 15-20-30 минут, никто и приехал. Ну, я подумал, что это все-таки, как-то, ну, техпотехническим причинам это все сорвалось. Выждал в понедельник. В понедельник, позвонив по этим же номерам, все происходит то же самое, что и в прошлый раз. Звонил, либо не поднимать руки, либо скидывать. По словам пострадавшего, он перевел злоумышленникам денежные средства на общую сумму около 17 тысяч рублей. После того, как мошенники перестали отвечать на звонки, мужчина заподозрил обман и обратился в дежурную часть полиции. Мошенники публикуют на интернет-страницах, на различных интернет-сайтах предложение о кредитовании. Когда человек обращается путем отправки электронного сообщения на рассмотрение того или иного заявки, того или иного на кредит, в течение 50 минут приходит одобрение, после чего гражданина просят пройти к банкомату и оплатить доставку банковской карты кредитной курьером и оплатить страховые взносы. После чего гражданин под этим надуманным предлогом подходит к банкомату и переводит денежные средства. При этом переводы осуществляются не на банковские счета, а переводятся на телефонные номера. В округе уже зафиксированы два подобных случая. Во втором жертвой финансовых аферистов стала женщина. Мошенникам она перевела денежные средства на общую сумму 27 тысяч рублей. В настоящее время по факту мошеннических действий сотрудники полиции проводят проверку. Стражи порядка в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.